Расскажите, какие изменения в порядок строительства жилых и садовых домов вносит новый закон? С 4 августа 2018 года вступил в силу новый федеральный закон 340, который внес измененный порядок строительства жилых и садовых домов на земельные участки, предназначенные для садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. Согласно новому закону, получение разрешения на строительство жилого дома не требуется, а вместо этого вводится уведомительный порядок строительства или реконструкции жилых домов. Какие, на ваш взгляд, положительные и отрицательные стороны закона? Есть и положительные и отрицательные стороны. С 4 августа, получается, те граждане, которые уже начали возведение жилых домов, им не потребуется разрешение на строительство и разрешение на реконструкцию. Но при этом новый закон имеет ряд преимуществ, потому что он вносит понятие индивидуального жилого дома. Теперь это жилой дом, количество этажей которого считается надземными, то есть получается, что подземный этаж не включается в количество этажей. Тем не менее, у граждан появилась возможность строить и узаканивать четырехэтажные жилые дома. В единый государственный реестр прав вносятся сведения с общим количеством этажей, то есть подземный этаж подвальный теперь входит в общее количество этажей. Основные положительные моменты – это то, что до 1 марта 2019 года на жилые строения, которые построены на земельных участках для садоводства и дачного хозяйства, этот порядок не действует. И граждане, у которых в собственности земельные участки и построены объекты на этих земельных участках для садоводства и дачного хозяйства, могут пока оформить это все еще в упрощенном порядке, подготовив технический план и декларацию о таком объекте. Поэтому, поскольку это, наверное, последняя норма закона о дачной амнистии, дачникам и садоводам нужно поторопиться и постараться зарегистрировать свои права до 1 марта 2019 года. Ну и, соответственно, мы приглашаем их в Матищинский филиал Московского областного БТИ, где наши кадастровые инженеры подготовят технический план, заполнят декларацию об объекте недвижимости. Итак, работаем мы ежедневно, без перерыва на обед, с 9 до 18, в субботу до 13 часов. Офис у нас располагается рядом со станцией Матищи, по адресу Олимпийский проспект, 13А. Мы всех ждем, проконсультируем и поможем оформить весь пакет документов. Все, что касается немного таких отрицательных норм, это то, что пакет документов для узаконения жилого дома на индивидуальном жилищном участке, он немного расширился. Теперь это нужно получить 4 уведомления, ранее было только одно разрешение на строительство. И помимо этого, застройщики, которые уже получили разрешение на строительство жилого дома, но не зарегистрировали свой объект в Росреестре, они должны теперь уведомить об окончании строительства и получить уведомление о соответствии построенного объекта тем данным, которые указаны были в разрешении на строительство. Как сейчас происходит регистрация объектов строительства? Процедура создания регистрации состоит из четырех этапов. Готовится первое, что готовится уведомление о планируемом строительстве. Подать его можно одним из нескольких способов. Это через Матищинское МФЦ, через портал региональных услуг или через общий отдел администрации городского округа Матища. Формы уведомлений с 9 сентября Минстроем утверждены. Все формы есть уведомлений на официальном сайте городского округа Матища. Администрация в течение семи дней рассматривает этот пакет документов и выдает уведомления о соответствии дома установленным параметрам. Данные документы действительно в течение 10 лет. То есть гражданин может осуществлять строительство дома в течение 10 лет. После окончания строительства дома гражданин подает документы, собирает пакет документов, который также подает в администрацию и готовит уведомления о окончании строительства этого дома. К этим документам прикладывается технический план, государственная пошлина об оплате, государственной регистрации. И администрация рассматривает пакет документов и выдает уведомления о соответствии или несоответствии построенного объекта требованиям законодательства. Еще раз хочу обратить внимание, что аналогичный пакет документов будет необходим в отношении садомых домов с 1 марта 2019 года. До этой даты садоводы и дачники могут свои объекты зарегистрировать по упрощенному порядку. Какие документы необходимы для процедуры кадастрового учета и регистрации права собственности? Для единой процедуры кадастрового учета и регистрации права собственности необходимы следующие документы. Это документы на земельный участок, технический план и декларация об объекте недвижимости. По информации администрации, на территории городского округа Мытищи функционирует 105 некоммерческих объединений граждан. Это садоводческие, огороднические и дачные хозяйства. Это общее количество земельных участков на данных территориях составляет более 11 тысяч. Права на 17% объектов недвижимости не зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством. В связи с принятием нового закона мы рекомендуем не откладывать на потом оформление недвижимости и произвести государственную регистрацию на данные объекты до 1 марта 2019 года. И мы всех ждем в Мутищинском филиале Московского областного БТИ.